На жарких полях в стране продолжается уборка зерновых и зернобобовых. Сейчас поступили к уборке азимой пшеницы. Какие показатели? Смертельный градус. В Быховском районе на пожаре погибли двое мужчин. Накануне пенсионеры распивали спиртное и курили. Что послужило причиной возгорания. Громкая победа. Красно-черные дома обыграли столичных гостей. Сколько мячей закинули сопернику. А также вступительная кампания, новый максимум и труд крут. В профильном ведомстве рассказали, как могут работать несовершеннолетние. Какой оклад причитается в 14. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Разговор о важном. Президент провел совещание по вопросам развития белорусской промышленности. Глава государства отметил, ситуация в целом складывается неплохо. Несколько лет стабильно растут объемы производства. В прошлом году отрасль выдала рекордный за последние десятилетия экспорт – полмиллиарда долларов. Однако это вовсе не повод для того, чтобы почивать на лаврах и думать, что уже все сделано, обозначил Александр Лукашенко. Расслабляться нельзя. Все поставленные задачи по производству и реализации продукции должны быть выполнены. Главная цель – диверсификация экспорта. Беларусь умеет делать все, но главное – продать. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Мы не говорим, что это дальняя дуга. Это традиционные наши партнеры, ну так сказать, это наши якорь. Мы заякорились. И если кто-то думает, что вот мы уйдем из России, Китая, завтра нас примут с распроцертыми руками, чепха полная. Да, мы небольшая экономика, экспортная, но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, это наш традиционный рынок, экономика, никуда не денешься. Мы потеряли украинский рынок. Слава Богу, сумели заместить этот рынок. Успешно развиваются наши отношения с дружественными нам странами. Не теряем мы контакты с Европейским Союзом. Это наши соседи, Европейский Союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить у нас, а нам надо продать у них там на рынке, это интерес, обоюдовыгодный интерес. Как бы политики не пытались возлести барьеры экономики, бизнесу, если надо, они найдут эти пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки. Коснулись диалоги и сотрудничества со странами Африки и Дальней Дуги. Им нужна механизация в различных отраслях. По мнению главы государства, необходимо, чтобы параллельно с поставками шло обучение, создавались сервисные центры. Так как это уникальная возможность прийти в обозначенные регионы всерьез и надолго. Тем более у них есть что предложить Беларуси. Также Александр Лукашенко отметил, запуск нового инвестиционного цикла в контексте задач по импортозамещению и локализации должен обеспечить наш технологический суверенитет и гарантировать устойчивое развитие. Огненная ловушка. В Быховском районе на пожаре погибли два пенсионера. Вызов спасателям поступил ночью 22 июля. Сотрудники МЧС оперативно выдвинулись на место происшествия. При ликвидации огня в частном доме были обнаружены тела двух мужчин 62 и 66 лет. Установлено, что накануне пенсионеры распивали спиртное и курили. Ночью произошло возгорание. Полыхающий дом увидел сосед. Мужчина позвонил в МЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Быховским районным отделом СК проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели. Актуальные изменения, набор в колледжи и гостеприимная страна. За первое полугодие в Беларуси отдохнули более 100 тысяч жителей 70 стран. Какой вид туризма бьет все рекорды? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Во втором квартале 2024-го установлен новый максимум сделок с квартирами с 2016-го – 4721. Во всех областных центрах средняя цена квадратного метра увеличилась на 10-30 долларов. Больше, чем в других городах, покупатели потратили денег на приобретение жилья в Гродно – 34,2 миллиона долларов. Всего за текущий год планируют построить не менее 4,4 миллионов квадратных метров. Вступительная кампания для желающих получить среднее специальное образование идет полным ходом. Более 200 колледжей предлагают на выбор порядка 160 специальностей. На бюджет документы можно подать до 6 августа, на платное до 13-го. Традиционный прием осуществляется по среднему баллу аттестата. Самое большое количество мест предусмотрено по инженерным специальностям. В Минтруда рассказали, как могут работать несовершеннолетние. С 14-ти можно трудиться исключительно с письменного согласия родителей и не более 23-х часов в неделю. Все лица моложе 18-ти трудоустраиваются только после медосмотра. Размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минималки. Сейчас этот показатель 626 рублей. В стране поменяют систему оповещения населения о серьезных погодных катаклизмах. СМС-рассылка неэффективна. В планах задействовать оповещатели громкие сирены, которые будут мгновенно включаться при ураганных ветрах и потенциально видимых страшных явлениях. Задача МЧС в корне изменить сигнализацию. За первое полугодие в стране отдохнули более 100 тысяч гостей из 70 стран. Местом для релакса все больше выбирают белорусские здравницы. На выбор сотня курортов со своим лечебным профилем, инфраструктурой, спа-программами среди колоритных пейзажей. Сейчас портрет гостей изменился. Семейная пара с детьми и молодые люди 30+. Путевку и программу полезного отпуска подбирают индивидуально. По зернышку. Белорусские аграрии продолжают уборку зерновых и зернобобовых культур. На 22 июля в республике с учетом РАПСа собрали без малого 3,5 миллиона тонн. После недавней бури, которая разрушительно прокатилась по стране, наступило время аграрной мобилизации. Наша съемочная группа, как всегда, на передовой. Урожайность сельхозкультур в Беларуси ожидается выше прошлогодней. Однако, чтобы собрать все быстро и без провала, необходимо решить ряд проблемных вопросов. На это Александр Лукашенко обратил внимание 19 июля во время селекторного совещания. Белорусский лидер отметил, погодные условия повлияли на сроки. Надо стремиться к тому, чтобы иметь в этом году 11 миллионов тонн и получить хороший урожай. И не только колоссовых, но и РАПСа. Но это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, и их нужно убрать, причем быстро и без потерь, как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем. Кормовую базу обеспечим и на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определенный создадим на будущие годы. Всеобщая мобилизация. Глава государства отметил, на помощь АПК необходимо привлекать как можно больше кадров. В первую очередь водители и механизаторы должны задействоваться из города. На поставленную задачу руководство регионов реагирует незамедлительно. Предприятия в первоочередном порядке выделяют технику и специалистов. Баврусь, как всегда, оказывает содействие районам по уборке вырожая. И в этом году мы тоже сформировали отряды для механизированной уборки соломы и для отвозки зерна от комбайна. Всего сейчас, на сегодняшний день направлено в хозяйство районов около 31 техники. Работа в данном управлении продолжается. Мы выделяем технику, одну единицу, грузовую машину МАЗ, 20 тонн, для помощи в сельском хозяйстве и вывозе зерна. Мы предоставляем в настоящее время на 10 дней, но если нужно будет, мы сельчанам поможем на больший срок. Мы отправили в соответствии с заявкой область полкома своего механизатора сельхозпредприятия «Жилище» сроком на два месяца с 1 июля по 1 сентября. 22 числа у нас будет работать самосвал на перевозке зерна сельхозпредприятия «Ольцик» Клического района. Техника готова к отправке. Машины оснащены и полностью работоспособны. Выделяется самое лучшее. То же самое можно сказать и о сотрудниках предприятий, которые рвутся в бой. Появилась возможность ехать, помочь аграриям. Поэтому я заявил желание, вызвался. На своей машине рабочей, поэтому помогу им. Такова наша судьба по моей стороне. Завод рад помочь колхозу в уборке урожая, чтобы выросли в логу без потерь и качественно. Тем временем работа на полях идет полным ходом. По данным, на 22 июля в стране намолочено свыше 3 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Контроль и поощрение отличников ежедневно. Так, в Бобруйском районе механизатор Дмитрий Толкачев стал первым тысячником в регионе. В первых рядах по уборке идет Невский Агра. Недавно экипажи предприятия приступили к обмолоту пшеницы. До этого мы убрали уже азимый ячмень 320 гектаров при урожайности 38 центнеров. Азимый рапс убрали 300 гектаров с урожайностью 20 и 70 центнеров на гектар. Сейчас поступили к уборке азимой пшеницы. Полторы тысячи гектаров у нас на сегодняшний день находится площадь под уборку. Еще имеется яровая пшеница 350 и ячмень 350. В строю как старожилы, так и молодежь. Экипаж механизатора Ильи Черника и его помощника Александра Шурина за эту компанию убрали уже 100 тонн рапса и 260 азимого ячменя. Сам комбайнер на полях третий год. За штурвалом впервые. На работу выходим в районе 7 утра. Я уже возле техники. Начинаем ее подготавливать вместе с помощником. Почистили и все. И потом к нам приезжает агроном и проверяет технику. Какие удобства есть? Ну, удобство есть. Кондиционер, как бы уже не жарко. Хозяйство позаботилось, чтобы было все заправлено, чтобы мы работали, как говорится, без пыли в кабине и чтобы был холодок. Все это только начало. Впереди у аграриев много работы. В 24-м увеличился объем площадей. Плюс 72 тысячи гектаров к прошлогодним. Параллельно с этим продолжается кормозаготовка и уборка соломы. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Вооружиться чайником. Плановые отключения воды продолжаются в Бобруйске. Временные неудобства связаны с проведением планового ремонта теплотрасс БТС. С 22 июля по 3 августа горячее водоснабжение временно исчезнет на улицах Октябрьской, Карла Липнихта, Чингарской, Карла Маркса, Первомайской, Свердлова, Парковой, Ковзана, Гоголя и прилегающих к ним. Инженеры проверят трубы на предмет повреждений, так как вода подается в жилые дома под большим давлением, из-за чего подземные артерии деформируются и могут дать течь. В текущем году для обеспечения надежной работы тепловых сетей нашего города запланирована замена порядка 7 километров тепловых сетей по капитальному строительству, по результатам которых надежность обеспечения горожан нашего города как тепловой энергией, так и горячей водой на порядок улучшится. Запричиненные неудобства жильцам нашего города приносим искренние извинения. С 29 июля по 10 августа холодной водой будут довольствоваться по улицам Интернациональной, Станционной, Крылова, Орджоникидзе. С полным графиком можно ознакомиться на Боберлайф. В случае обнаружения промоин в грунте разрывов теплотрасс, горожан просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Серьезные результаты. Вслед за одноименной столичной командой в Кубке Белшина встретилась с минским «Динамо-2» на домашней арене. Громкая виктория на прошлой неделе явно воодушевила Шинников на новые свершения. Перед началом сезона минские гости «Спартака» считались одними из фаворитов в первой лиге. Потому бобруйские болельщики с нетерпением ждали встречи. И не зря. Красно-черные переиграли приезжих по всем метрикам, запустив в ворота три мяча. Голами отметились Владислав Солонович, Дмитрий Денисенко и Юрий Гаврилов. На болезненный удар «Динамовцы» смогли ответить голом «Престижа» на 83-й минуте. 3-1. Победа хозяев. Сразу после новостей новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». В его магазине огромный выбор всевозможных иностранных и русских вин самых солидных фирм. Улица Муравьевская, ныне социалистическая, 48. Бывший дом Лейбы Лившица. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!